Музыка Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Аликс, и мы продолжаем проходить письмо за Лаита Давайте вспомним, что у нас была в предыдущей серии Давайте вспомним предыдущие 2 серии, потому что я обещал записать 3 серии Поэтому в позапредыдущей серии мы играли, продолжаем играть за Ребекку И сейчас тоже А нет, сейчас мы завешаем Все перепуталось, короче говоря Мы отправились в библиотеку искать какие-то тайны из прошлого про этот особняк эмигрантов Ребекка решила обратиться к профессору Эндрю, чтобы он дал нам пропуск или доступ к этим секретным данным или материалам В итоге мы что-то откопали, а что-то нет И там началась чертовщина И там был выбор, в общем, что либо пойти к двери, либо отправиться наверх по лестнице или на черта... ну, на крышу В итоге я выбрал на крышу, и походу Ребекке конец, но это не точно И у нас перешла игра за Эштона Мы снова были на вечеринке, только уже от Лиса Эштона Он и правда что-то там вынюхивал Насчет райтов Хочет, в общем, посадить Люка за решетку, я так понял, но у него нет доказательств Он пытается раскрыть людям, что Люк на самом деле преступник и наркодилер там И что только с ним не связано, и в убийствах участвует, что-то такое И этим утром нам позвонил шеф его, ну, инспектор Ли И сказал, что ты снял с этого дела, все, ты отправляешься в обычный участок, будешь полицейским То есть над чем Мэша работал год, я так понял Или три даже года, все, короче, на смарку Его высшее руководство сказал, что он слишком медленный И он не подтянул это дело, и его отстранили Сказали, назначить кого-то человека, который более опытный Типа, ты вообще зеленый, ты молодой, и все такое Вот такие вот дела И сейчас мы разговариваем с Рбеккой по поводу того, что Где мы пропадали вообще всю вечеринку Почему мы не могли к Заку, к ней подойти хотя бы на минутку И сказать, что все нормально, я тут как бы осматриваюсь, и все хорошо Вот, вот такой вот пересказ И я обещал три серии, верно? Но мне не получилось это сделать, потому что у меня не хватило места Мне хватилось места только на две серии, поэтому я их обработал Это ушла ночь, по сути, и сейчас вот уже день Ну, пока я еще загружал на YouTube Я там даже накосячил с тем, что у меня, оказывается, 28 серия загрузилась быстрее, чем 27 Вот такие вот дела получились, так что извините тоже за это Так что вот сейчас я отредактировал, уже загрузил на YouTube Появилось место, и я пишу третью серию Возможно, она будет к вечеру этого дня Так что все, давайте, всем приятного просмотра Вот, все, я все объяснил, все, что хотел Всем приятного просмотра Я увидел там старого друга и подумал, что догоню его И я даже не заметил, как длилось, ну, как долго длилось наше общение Знаешь, что они говорят о времени летящем Летит, как это, когда ты веселишься И Ллойд был забавным парнем Время летит незаметно, в общем Она не выглядит так, как будто я ее убедил вообще Да, ее взгляд, это вообще Хотя она и является самой картиной того, кто, по крайней мере, хочет слушать Ее яркий блеск эффективно переносит хорошие 20 лет с моих нынешних Я снова чувствую себя ребенком, будучи Слушая выговоры моим младшим учителям За то, что я уснул в классе Но уйдя от этого проще, чем с этим Мог бы уйти Это с кем-то, с кем ты так долго дружишь Это тот, кто знает тебя Видит тебя насквозь И хороших оценок было бы недостаточно для рыбаки, чтобы все это уладить Итак, этот Ллойд, твой друг, который был на вечеринке? Да Мы возвращаемся в полицейскую академию Хотя ты даже не встречала его Ну, не знакомый с ним Понимаешь, он в основном занимается делами с подростками И влезает во много грязных вещей Ты можешь это... Как это? К сути перейти Ты не очень хороший рассказчик, Аш Ты не очень хороший рассказчик, Аш Не пытайся составить персонажа, чтобы ты... Или придумать персонажа, чтобы ты мог лгать мне Почему я думал, что это хорошая идея? Хотя я не заставляю людей... Этих людей, только извращая факты Для тех, кто уже злится без причины Все будет звучать как оправдание Я ничего такого не делаю У меня был товарищ по колледжу по имени Ллойд Думаю, он тебе бы понравился Вы оба шотландцы, он часто болтал с Джоей и Рассидом Но они отправились на работу в Лондон Хорошие парни, я действительно должен спросить Скоро ли они собираются вернуться в Люксборн Это не улучшает нашу ситуацию Ты был там, потому что я тебя пригласил И ты просто встал и бросил меня там, ушел Ты мог бы хотя бы исчезнуть полностью за... И это все, что... Было бы нужно тебе Просто скажи, что ты не хотел говорить об этом Вместо того, чтобы лгать мне лицо Я чувствую себя виноватым Тем не менее, я... Все еще Мы уже шли по этой дороге Это то, что я делал так много раз в прошлом Что-то, что она слышала от меня больше, чем Все мои жесты на пальцах Что-то, с чем мне придется сейчас справиться В данный момент Прости, ты знаешь, что это, Бека Я действительно... Действительно... Сожалею Я бы не сделал этого дерьма Если бы у меня не было веских оснований на это И ты знаешь, что мне не нравится, когда ты лжешь мне Если ты не можешь сказать мне правду Просто не говори ничего и закрой свой рот Ой, я клянусь, Аштон Фрейд Ты просто такой... Такой просто... Я так зла Я даже не могу смотреть на тебя прямо сейчас Поэтому, пожалуйста, я клянусь Клянусь, если ты сейчас же не уйдешь, да? Я врежу тебя Я имею в виду, какая веская причина может быть у тебя Чтобы ты действовал как антиобщественный идиот? Каписану злая Единственный раз, когда ты был со мной и... Ты мог бы рассказать это... Ты был вместе со мной, в общем, насчет этого Люка И... Что насчет этого? Что такое? Ты так и думал, что... Ты ожидал, что я приму все это как есть И ничего не сделаю? Ты действительно не должна приближаться к этому человеку, Бека Почему? Потому что ты ему не доверяешь Интересно, действительно ли ты вообще кому-нибудь доверяешь? Помимо нас троих Зака, Забелла и меня У тебя есть другие друзья? Если с тобой все в порядке, то ты можешь идти Никто тебя не останавливает, но не ожидай, что у меня будут... Что я, в общем, собираюсь закрывать глаза на все эти вещи У меня, может быть, тоже есть своя жизнь, друзья, которых я не разделяю с тобой Я взрослая, Эштон, и я могу сделать свои собственные чертовые решения Я уверена, что черт могу выбирать людей, которых я хочу впускать в свою жизнь На самом деле она ошибается, конечно Конечно, ей разрешено делать то, что ей нравится Я никогда не упоминал этого, что она не могла бы этого делать Мы растущие вместе Это не означает, что мы всегда должны быть... Должны состоять только она и я Это глупая идея верить, когда ничто никогда не остается постоянным Он имеет в виду, что мы не можем быть, знаешь, вдвоем постоянно И не заводить друзей, никого, знакомых То есть, да, мы выросли вместе, но все же У каждого своя жизнь, вот С течением времени вещи неизбежно меняются Она подружится с людьми за пределами нашего маленького круга Я также свободен, чтобы устанавливать отношения с другими людьми Но почему из тех людей это был он? Почему это должен быть Люк Райт? Этот парень ничто иное, как беда И ничего больше Как она может защищать такого парня? Не, она уже называет его Люком Это За Пета Саке? Я доверяю Заку, я доверяю Изабелле И я доверяю тебе, Ребеке Так почему ты не можешь доверять мне? Тебе нужно держаться подальше от этого человека Потому что он... Он... Мне очень хотелось бы рассказать тебе об этом Что говорилось ранее, вы забыли о лжеце и брата вора Люди, которые будут смотреть на меня сейчас, вероятно скажут, что я Ушибся от того, чтобы быть преступником Изи Мэн сказал что-то подобное однажды Через несколько лет После нашей... Обретения нашей дружбы Тогда я смеялся, но сейчас Они... Они, вероятно Были правы Постепенно я становлюсь тем человеком Которого я ненавижу Какая ирония После этого тишина Приносит нам еще более тяжелый Воздух Что-то, что рыбаку, к счастью Не позволяет задерживаться Больше, чем необходимо Ладно, полагаю, что тебе нужно идти сейчас, да? Ну, вроде она успокоилась Ситуация уже была неудобной И перетаскивание этого будет только Сделать ее более ущербной Что? Сложнее? Отброшено? Но как будто Это еще не закончено Ты должен вернуться к своему делу Снова? А, да Она ведь даже не знает Что нас Остранили от дела Мне этого не нужно У меня теперь нет Никакого дела Что касается работы У меня есть выходные Пока я не отчитаюсь Перед шефом В понедельник Хотя я не хочу просто Кидать это Куда-то И заказы Есть заказы Ну, приказы Точнее, есть приказы Это не похоже на фильмы Я не могу сказать Черт возьми Бросить пистолет И значок на него И Ну, бросить ему в лицо И стать каким-то бдительным И спасти Кого-то в этот день И вернуть свою работу Ну, точнее, это Сказать ему Факов В плане Да пошел ты нахрен Бросить ему Пистолет И значок на лицо И Потом отправиться Куда-то В этот день И спасти кого-то И типа Вернуть свою работу Ну, как в каких-то Героических фильмах Да Ну, вы понимаете Там опять же Игра слов Вот это Я предпочел бы Получить Чтобы моя задница Казалась в тюрьму Чем Что-то другое Но мне так же Не по силам сидеть И ничего не делать Это сводит меня с ума Если я просто Начинаю бездельничать Но мне так же Кроме того Есть кто-то Кто должен знать об этом Вещи о Люк Крайте Да Мне нужно покоить С профессором Кларком И мне нужно Кое-что еще Изучить Это другой вопрос Который она Упомянула Вчера вечером В частности Тот же материал Который пытался Который В общем Закворт Хотелось сказать мне В последнее время Даже новости Взрываются Среди населения Вечер Утро Все смерти С тем же Видом Обвиненные В одном серийном Убийце Или это все еще То дело Найдены мертвым в ранние часы Утром Сегодня Сегодня утром Точнее Огонь Огонь Содержался В помещении И никакие другие жильцы Не пострадали Согласно Полиции Люксборна Что там происходит Мы рассмотрим Это держится Это держится Все за соломинку Насколько Эти вещи Касаются Убийц Во первых Во первых Логические аргументы Я могу Я мог бы Бросить Все это Если честно Я не знаю Как все это Сделать Я уже Дал Забыли Мое слово Меня Это больше Беспокоило бы Если бы я не Уполнил Обещание Обещанное Мною Обещание И после заявления Ребекки Прошлой ночью В мире Не будет Достаточно Сарказма Если То что Говорили Мои друзья Окажется Правдой На самом деле Я уже Слышал Усмешки Или смеха От Изабеллы Надеюсь Что же Это еще Может быть Это Не то Дело Это что-то Другое Это вопрос О Изабелле Которую Помнилась Вчера Утром Я уверен Что ты помнишь И ты была Там Ну по крайней мере Ты не пренебрегаешь Всеми своими Старыми А Своими друзьями Бека Я обещал ей Она не ждет Когда я Закончу С этим взглядом Она оборачивается И закрывает двери У меня Перед лицом Я понятия имею Что я Сказал на этот раз Такого Но Наверное Я заслужил этого Мы просто Исправим Это в другой раз К тому времени Ее настроение Наверняка Значительно Остынет И улучшится Да Ей надо Остыть Это точно А У нас же Новый персонаж Черт Так Вот Вот это новое Ребекка Стала В общем Наезжать На Эша И ругать его И злиться За то Что же случилось На вечеринке Почему его Не было Всю вечеринку Прошлой ночью Не уточняет Детали И он пытался Рассказать ей Как мог Чтобы она Поверила ему В итоге Он стал Приводить Аргумент За аргументом И Ребекка Разозлилась Еще больше И Не стала Слушать его И сказал Что ему лучше Уйти И Закрыл дверь Перед его лицом Давайте я Следующий серии Так Подожди Что-то подлагивает Что Подожди А Не Нормально А Таймлайн Это вот эта штука Окей Ну Легко У нас пока Нет Следующая серия Почитаю Это хорошо Ребята Сейчас Мне не Охота Надеюсь Сейчас Я не могу В общем Озираться Я должен Присутствовать На других Делах Которые Важнее Сейчас Для начала Профессор Кларк Доставить ему Плохие новости Затем Этот вопрос С Берси Изабеллы Может быть Я тоже Может я Также Загляну К Заку Проверю Его Послушаю Что он Скажет Он также Прочитал Это проклятое письмо Он Он также Говорил Странные вещи О этой куче Фотографии Вы помните Да Фотографии Эш еще Такой Говорил Типа Хорошо Зак Хорошая шутка Ты Типа На фотошопе Отредактировал Их так Чтобы Показать это В райтом Чтобы они Посмеялись И он сказал Что вряд ли Они посмеются И Зак Им устал Разозлился И сказал Ты думаешь Я такой идиот Чтобы я стал Подделать Эти фотографии И показать это В райтом Чтобы они Посмеялись В общем там Скадал Завязался И Ну Зак Много всего Наговорил Нехорошего Хотя это И было Правдой Я мог бы Также Быть пока Здесь И играл Паранормального Играть Паранормального Детектива Или это Было бы Свихрестественным Я даже Не знаю Без разницы Ничего не повредит Если я Попытаюсь Разобраться В этом Если ничего Не выйдет Из этого Хорошо Каждый момент А Каждый может Заткнуться Глупыми проклятиями И мы сможем Наконец Вернуться К своей Нормальной Жизни И обратить На более Важные Вещи И если Есть Все-таки Что-то Вы двое Закончили Уже? Ой Изабелла Поступает Момент Замешательства Когда я Не вижу Ее знакомого Хвостика Только чтобы Найти ее За дверью В ее квартире Через Несколько Секунд Изабелла Держит ее Открытой Хотя и слегка Как бы Скрываясь От всех Кто Может Выйти Наружу Это Рано Для ее Ленивых выходных Я сомневаюсь Что Она могла бы Встать Кто угодно Но только не она Но из-за Зора И того Что за ней Стоит Позади нее Я мог бы Разглядеть Вид Того Кто Только что Вышел Из постели Молсы В полном Беспорядке Глаза Все еще Тяжелая Сна И небольшой Небольшие Надутые Губы Она даже Не вышла Из нее Ну до сих пор В пижаме Я смотрю Вдаль Задолго До того Как мое Чувство Плечья Ударит Меня Мы могли бы Быть друзьями Я даже Осмелюсь сказать Что мы Безблизились С годами Но это Не выйдет За рамки Приличия Боже Даже Рыбака Никогда Не приветствует Ранних Посетителей Своей Пижаме Хотя Может быть Это наша Вина Почему Она проснулась Так рано И тем не менее Тепло Появляется В моей шее И тот Который Я быстро Применьшаю Это Я делаю Сильный Каши И забыла Ты довольно Рано Нет Я обычно Что стою в этот Час И ты тот Кто Тот Кто Обычно В общем Забивать Вставать Рано Говорит Так То Похоже Что Только Что Встала Просто Упала С постели Вместо Обычного Хлопка Она Просто Отвой Взгляд И Какой-то Точке Рядом С Ней И Хотя Она Слегка Вспыхивает На ее Лице Выражение Причиняет Ее Боль Мерцает В нее Глазах Что-то Потом Это Вдруг Исчезает Она Обращает Своё Внимание Ко Мне На этот Момент Она Посылает Мне Беспокойный А Это Посылает Мне Беспокойный Приступ В животе Я видел Это Много Раз Просто Никогда Не Смущался От Этого Я Ощущается Что-то Ощущается Я Не знаю И В этот Раз Я Не сказал Ничего Плохого Не Так Ли Эй Ты Ну В любом Случа Бека Была С тобой Был бы Похожен На маму И папу Когда Они Сорятся И Вы Ужасно Громкие Если Мы Получим Еще Одну Записку От Хозяки Я Попрошу Охранника Запретить Тебе Как-то Либо Входить В Это Место Это Бека Вообще То Почти Кричала Ну Да Она Живет Здесь И Ты Этого Не Сделаешь У Тебя Не Будет Оправданий Ты Подозрительный Человек Спасибо Что По крайней Мере Один Человек Оценил Как Я Нахожусь В Этом Месте Не Не Себе Это Место Было Намного Лучше Если Б Мы Не Видели Твое Лисо Каждые Несколько Дней Она Следует О Она Следует За Этим Ну В общем Надулась Но Ее Завершенный Вид Особенно Как Ее Пухлые Щеки Я Только Сейчас Замечаю Они Убираются От Запугающего Эффекта Который Она Пытается Показать Или Глаза Запуханные Действительно Сейчас Она Просто Больше Похожа На Сердитого Щенка Возможно Я Рассмеялся Если Бо Это Не Дало Мне Ещё Одного Ворчащего Чувства Что С ней Что-то Не Так Что Она Плакала До Этого Меня Это Начинает Волновать Она Редко Это Делает Единственный Раз Когда Это Произошло Когда Я Когда Либо Видел Как Она Искренне Ревёт Это Было Я Думаю Это Было После Девлинского Суда В Той В ту Ночью У Моста Я Хочу Спросить Она Похоже Решила Сохранить Это В себе Белли Что-то Не Так Насчет Вчерашнего Дня Эш Ну Ты думаешь О чем Мы Говорили Как Ты Думаешь Мы Могли бы Взглянуть На него Сегодня Мы Я Никогда Не говорил Что Я Пойду С тобой Не волнуйся Я не забыл Об этом Ты будешь Первый Кто узнает Когда я Найду Что-нибудь Об этом Нет Нет Я хочу Пойти с тобой Я буду Готова На Ну В общем Готова Быстро Это Займет Мне всего Несколько Мгновений Изабелла Тебе действительно Не нужно Этого Делать Я могу Справиться Сам С этим Ты Просто Я не буду Мешать Тебе Обещаю Кроме того Возможно Я смогу Может быть Помочь Ты знаешь Если Ты Ну Если тебе Понадобятся Файлы Которые Нужно Будет Проверить Мне Нравится То Что Она Подразумевает Но Это Правда Что ЛПД С трудом Справляется С этим Но Взя С собой Забыл Об этом Не Может Быть И Речи В Нормальных Условиях Ты Та У кого Будут Проблемы Если Ты Это Сделаешь Ты Сам Это Говорил Тебе Нужна Информация И Я Могу Помочь Тебе С Этим И Также Это Уже Не так Важно Но Я Все Еще Я Просто Не Хочу Это Быть Здесь И Ничего Не Делать Целый День Вот И Снова Это Неб Небольшое Смещение В Ее Глазах Мягкая Складка Складывающая Между Ее Бровей Мягкий Спад В Ее Плечах Когда Она Крепко Обнимает Меня За руки Как будто Она Зачивает Себя От Как будто Непонятной Болезненной Вещи Может Она Просто Боится Оставаться Одна В Квартире И Бездельничать У меня Есть Много Причин Почему Я Не Должен Позволить Ей Пойти Со Мной Прежде Всего Она Гражданка Во-вторых У меня Пока Нет Конкретного Плана Действия Я Собираюсь Сделать Это Вслепую Независимо От Как Я Смотрю На Это Ей Просто Лучше Подождать Чтобы Она Не Вовлекалась В То Что Может Еще Пойти Одной Проблемой Из Тупиком Для Всего Что Мы Знаем Но Видя Это Выражение На Ней Услышав Как Она Произносит Эти Слова Слух В Отчаянном Почти Умоляющем Тоне Я Не Могу Заставить Себя Сказать Нет Серьезно Поэтому Я Сдаюсь Потому Что Прямо Там Я Вижу Себя В Ней Человек Который Не Хочет Оставаться Без Дела Который Не Ты Это Назначаешь Мне Время Я Не Могу Ждать Вечно Я Очень Занятый Занятой Парень 4 минуты 45 секунд Изабелла Я Ненавижу Тебя Очень Сильно Я Возвращаюсь К тому Что Я Скала Последнее Я Совсем Не Изменилась 4 минуты 30 секунд 20 29 28 Я Поторопился На твоем месте Ты Просто Ужас Я Надеюсь Ты Никогда Ты Никогда Не Найдешь Девушку Себе Жесть Она Сразу Хлопает Дверью Хотя Моих Хиканье Веселье Легкость В 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 Да Это Было Мило С ней Не Всегда Были Какие Разговоры С ней Были Всегда Какими-то Легкими Даже Когда Ее Эхо Исчезает И Остается Только Призрак Ее Улыбки Или Это Призрак Улыбки На Моем Лице Это Не Похоже На То Что Я Ищу Кого-то Еще Я Хотел Бы Рассказать Ей Но Это Не Потому Что Я Не Могу Я Не Хочу Я Тот Кто Решил Не Делать Этого Пока Я Не Справлюсь Пока Я Не Окажусь Под Все Этой Виной Ложью Которую Я Рассказывал Все Эти Годы Пока Я Не Как Сать Не Получу По Заслугам Своим За Все Вот Эти Вещи Лжу И Ну За Все Вот Эти Детективные Пока Он Не Расскажет Всю Правду Наверное Скорее Всего Вот Тогда Он Так И Соизволит Признаться Мне Казалось Нет Бека Влюблена В Эша А Эш Влюблен В Забеллу Вот Вот Как Все Получается Я Так Понимаю О Она И Правда В Пижаме Смотрите Услышав Какой-то Шум И Громкие Голоса Изабелла Решила Выйти Из Квартиры И Замечает Мэштона Он Видит Что Она Только Что Вылезла Из Из Постели И В Пижаме И С тяжелыми Глазами В плане Сонными И В общем Они Поговорили О чем-то И Он Сказал Что Она Сказал Что Ей Нужно В Берси Что-то Было В общем Прошлой Ночью А что Было Прошлой Ночью Чуть Не Помню Ну В общем Она Тоже Сказал Что Насчет Прошлой Ночи Мы Единственное Это Было Прошлой Ночью Когда Мы Пообещали Ребекки Поговорить С Забеллой В итоге Мы Сказали Что Нам Еще Нужно Как-то Стретиться С профессором Потом Что-то Еще Делать В общем Действовать Слепую И Забелла Сказала Да Я Хочу Помочь Попробовать Ну Сначала Берси Еще Я же Хотел Сходить Тоже Забраться Что там Происходит Так Ну Это Старая Больше Короче Появилось Много Дел И Забелла Решила Что Пойдет С нами Вот Ложь И Вину Которую Я Рассказывал Им Все Эти Годы Его Глодж Видимо Это То Что Независимо От Насколько Тяжел Вес Этих Чувств Я Еще Недостой Для Нее До Тих Пора Маленькие Слова И Жесты Это Единственное Что Я Могу Предложить Тоже Степенные Вещи Такие Как Рытье Глубже И Эти Вещи С Берси Чтобы Облегчить Ее Беспокойство Я Даже Не Уверен Что Это Даст Нам Что Нибудь В Отличие От Фирменного Случика На Осторож Осторожность Должна Быть Наверняка Я Сделал Много Обещаний Этому Человеку И Я Предпочел Сказать Ему Это Лично А не По Телефону Но Лучше Чтобы Он Услышал Это От Меня А не От Какого Незнакомца Ну Ладно Я Облокачиваюсь От Перила Пока Я Жду Ответ Хотелось Быть Думать Что Я Могу Это Сделать Не Потеряв Силы Мое Сцепление Конечно Затягивается Как только Звонок Соединяется Эштон Вы Не Работаете Сегодня Профессор Обычно Он В парке В субботу Утром Пока Не Начинается Дождь А Или Пока Не Появляется Куча Собак И Кошек Он Держит Его Молодым И Здоровым Говорит Он И Он Безусловно Подходит Для Человека Своего Сто Сидячей Его Сидячей Работой О Нет Нет Конечно Не Сегодня Однако Он Определенно Был В обычном Месте Наверное Приветствия Смех Это Вероятно Для Летей И Семей Это Хорошо В общем Соединяется Когда Вы Разговариваете По телефону До Этого Я Стараюсь Избегать Парка Я Не Буду Напоминать Себе О Том Что Может Быть Когда Это Уже Закончится Мама Преуспевала В своей Карьере Папа Так же Хорош Последний Раз Когда Я Посещал Их Хотя Они Не Ступали В Повторный Брак Они Оба Довольно Довольно Своей Жизнью Как Есть Я Наверное Единственный Кто До Сих Пор Догоняет Их Следовательно Это Узывает У меня Отвращение От Себя Но В целом Это Все же Приятное Зрелище Если Вы Такие Кто Рад Таким Достопримечательностям Как Профессор Кларк Я Просто Подумал Что Мне Понравится Хорошая Погода Прежде чем Снова Понравится Повернуться И Ну И Появятся Обычные Дела Или Еще Что И Что Ты В общем Хотел В любом Случае Парень Кажется Счастливым Я Почти Не хочу Портить Симон Стояние Своими Новостями Для Него Но Лучше Чтобы Это Ускорилось Пока Он Не Стоит Какого Нибудь Сообщения От Кого Ни Другого Или От Полиции Он Не Такой Типа Однако Долговременное Негодование Может Изменить Этого Человека Даже Кто-то Такой Как Он Мягкий Как Профессор Я Надеялся Поговорить С вами Ну Узнаете О том Деле Полагаю Полагаю Я Просто Человек Который Только Я Произношу Эти Слова Он Замолкает И Легкость В голове Исчезает Мгновенно Каждый раз Когда мы Говорим Об этом В прошлый раз Он Это Делал Вероятно Он Пытается Оценить Ситуацию Исходя Из Тона В моем Голосе Возможно Хорошо Что я Доставляю Эту Новость По Телефону Кто Знает Что Он Увидел Б В моих Манерах И На Моем Лице Из Кусство Острого Наблюдения Я Узнал Это От Этого Человека Вероятно У него Уже Есть Идея О чем Это Может Быть Из Моей Манеры Речи В Одиночку У тебя Нет проблем Не так ли И Во вторых Я колеблюсь Нет На секунду Я колеблюсь Смотря Вниз На Свои Туфли Но Я все Таки Должен Справиться С этим После Долгой Рваной Паузы Я Подбираю Там Где Я Остановился Хотя Все Был Неловок В своих Словах Ну У меня Есть Проблемы Если Вы Можете Это Назвать Так Эштон Он Только Понимает Этот тон Когда Он Снова Понимает Что Я хочу Сказать Но Я Не В опасности Или Что То Такое Ты Говорил Отоправдание Уже Миллион Раз Детектив Инспектор До Этого Это Это Стащенный Тон В твоем Голосе Рассказывает Совсем Другую Историю Это Не то Что Вы О чем Вы Думаете Не Беспокойтесь Я Я Был Просто Меня Просто Сняли С Фирменного Дела Люксборни А Там Не Фильм Был А Фирм Господи Идиот Сорян Там Не Фильм Кейса Фирма Я Ждал От Него Гнев Разочарование Может Быть Даже Еще Что Но Все Что Он Мне Дает Это Облегчение Это Так Ну По крайней Мере Ты Не В Опасности Лиз Не Была Была Слишком Счастлива Если Был Слышал Это От Тебя Прямо Сейчас Кис Тетя Лиза Она Настояла Чтобы Я Позвонил Ей Это Его Покойная Жена Сладкая Женщина По многим Стандартам Она Никогда Не Была Благословена Детьми И Довольствовалась Просто Управлением Своей Пекарни Но Она Была Ближе Всего К маме В течении Неских Лет Которых Которые Я Знал Ее И Профессор Тоже В Особстве Моих Собственных Родителей Моей Жизни Они Заполнили Эту Боль Когда Их Развод Остался Во Мне Поверь Мне Ты Получишь За Это А Нет Она Не Умерла Не Покойная Жена Бывшая Жена Я Так Понял Блин Ты Не Должен Появляться У нее На Порог Как будто Ты Там Что-то Напакостнил Чел Или Еще Что Сколько Лет Уже Прошло Девять Десять Я Все Могу Помнить Это Двое Мужчин Одеты С Грудные Ну С Портфелями В руках И Суровый Взгляд На Каждому Из Их Лиц Они Уже Были Частыми Посетителями Пекарни В течение Несколько Месяцев Что-то В том Что Эта Квартира Является Первоклассной В центре Города Лексборна Я думаю Что Они Надеялись Договориться С ними Но Ни Одна Из Них Не Согласилась Или Ни Один На Их Требования Почему Они Должны Были Это Причудливый Магазин Был Для Них Их Мечтой Тетя Лиса Отправила Меня Домой Рано Той Ночью После Бесплодного Ожидания Профессора На Следую Утро Новости О Пекарне И Снесенной Земли Собственные По всему Городу Один Несчастный Случай Несколько Недель Спустя Собственность Была Продана В Райтами Энтерпрайзерс Это Теперь На его Месте Стоит Гребаный Отель Конечно После Реценента Было Начато Расследование Название Люк Райт Было На Краткое Время В Центре Его Но Из-за Отсутствия Каких-либо Доказательств Дела В Конечном итоге Закрылась Заморозилась Поехали Хорошо Его Скрывает Однако Я могу Сказать Что Он Ненавидит Этого Человека По сей День Он Мог Даже Обвинить Люк Райта В каждой Трагедии Которая Случается В этом Городе Здесь Все-таки Покойная Его Жена Я Так И Не Понял Нет Походу Все-таки Покойная Кстати Он Никогда Не Обвинял Меня Хотя Я Был Так Ж Ответствен За Это Я Знал Что Что-то Случилось Когда Эти Люди Вошли В тот Магазин Ну В пекарню Я Мог Бы Спасти Ее В ту Ночь Я Мог Б Протвратить Что-то От Нее Позвал На помощь Или Что-то Еще Но Я Этого Не Сделал Так Что Он Продолжает В В Длина Продолжает Грызть Меня И По Сей День Дело Люксборно Было бы Нашим Шансом На Возобновление Этого Старого Дела Если Б Мы Могли Доказать Что Люк Райт Принимал Участие В этих Преступлениях Или Был Замешан Вместо Этого Мы Вернулись На Круги Своя Но Все Что Имеет Смысл Для Меня Это Слова Утешения Как я Нарушил Еще Одно Обещание Второй Раз Люди Никогда Не перестают Меня Удивлять Ты Могу Подумать Что Ты Потерпел Неудачу Как Офицер Или Может Быть Ты Думаешь Что Ты Подвел Меня И Ты Знаешь Больше Чем Кто Либо Я Бы С Довольствием Увидел Что Этот Человек Снял Если Кто Заслуживает Того Чтобы Его Судили В Я Рад Что С Тобой Ничего Не Случилось Пока Ты Работал Над Этим Это Самое Главное Мне Больше Не Хотелось Снова Получать Новости Внезапно Он Останавливается Кажется Его Глазах Вспыхнул Задумчивый Взгляд Когда Он Преулечивает Обручальное Кольцо На Своем Безымянном Пальце Прежде Чем Продолжить Это Еще Одна Из Своем Пальце Он Никогда Не Снимал Его С того Дня Никогда Не Думал Что Один Раз Выйдет Замуж Даже Когда Ему Удалось Продолжить Свою Жизнь И Вернуться К Некоторому Подобию Нормальной Жизни Это Его Способ Почитать Ее Я Полагаю Когда Он Не Мог Прилечь К Ответственности Человека Ответственного За Ее Потерю Некоторые Люди Некоторых Людей Просто Сложно Забыть Это Не похоже На Другую Смерть Твою Или Даже Его Точнее Я Не думаю Что Смерть Его Или Твоя Вернет Мне Мою Жену После Этого Тишина Падает Между Нами На самом Деле Я не Совсем Понимаю Что Он Пытается Сказать Должен Или Извиниться Показать Какое-то Сочувствие Или Идея В это Я должен Был Подумать О чем-то Другом Кроме Просто Оповестить Его Об этой Новости Как бы то ни Было Кажется Единственное Что мы Можем Сделать Это Пожалеть О неудаче Друг Друга Я тоже Извиняюсь За то Что Ты был Вовлечен В это В общем Другом Случае При разных Пытается Я мог бы Согласиться С этим Но Тебе не нужно Но ты Сделал Больше Чем Любой Офицер Который Исследовал Это Так что Не беспокойся Об Этому Старике Я знаю Что в последнее Время У твоих сотрудников Отдела Есть Свои руки Что С Расстраивающими Новостями Которые мы Получаем Последнее время И эти смерти Почти Каждый день Я не совсем Уверен Что это Имеет Какое-то Отношение К другому Это Кажется Слишком Большим Даже Для Такого Человека Он И Но если Это То Что Человек И Делает Профессор Пожалуйста Может быть Если Все вокруг Меня Не Выз За Пределы Моего Контроля Письмо Особняк Предполагаем Проклятие За Этим Я Все Буду Быстро Обвинять Все Во Всем Этого Ублюдка Но Насколько Я хочу Держать Его Ответственным За Это Добавить Другого Список Его Грехов Это Может быть И Не Так Согласие Будет Только Разрывать Более Глубокую Рану У Профессора Согласившись С этим Точнее Я Не Хочу Чтобы Он Продолжал Цепляться За Это Негодование Гораздо Дольше Он Уже Прошел Через Много Из Этого Это Гнев Это То Что Ослепляет Людей Несмотря На Его Заверение Горечь Все Еще Просачивается В Каждый слог Который Он Произносит Для Меня Это Одно Дело Больно Наблюдать За Тем Кого Я Считаю Вторым Отцом Чтобы Пойти По Этому Пути Пожалуйста Не Извиняйтесь Это Действительно Все В Порядке Я Могу Попытаться Вернуть Это В Понедель Когда Я Встречу С Начальником А Я Попытаюсь Точнее Вернуться К С С Делу Никаких Обещаний Но Все Ж Если Нет То Я Буду Следить За Новостями За Любыми Новостями Начальник Сказал Что Передал Это Дело Старшему Офицеру Я Должен Время От Времени Ловить Несколько Лакомых Кусочков Я Клянусь Что Не Буду Просто Так Сдаваться Я Сдел Все Что В Моих Сил Чтобы Открыть Дело Тети Лис Для Вас Обещания Снова Это Плохая Привычка На Данный Момент Особенно Хотел Бы Я Сделать Больше Для Него Все Это Время Я Гордился Тем Что Был Единственным Кто Всегда Знал Об Этому Потому Что Внезапно Помимо Райтов И Убийств Последующих Город У меня Есть Призраки И Проклятия Которых Нужно Беспокоиться И Вещи Которые Полностью Вышли Из Моей Из Моей Глубины Профессор Кларк В чем-то Прав Все Было Намного Проще Если Мы Обвинили Люка В Но Может Это Все Моя Вина Возможно Я Пропустил Билет До Закрытия Дела Раз И Навсегда Прошлой Ночью Если Бы Только Я Сделал Лучшую Работу Во Время Той Вечеринки Но Потом Это Суматоха Была Хану Райт И Ребек Отвлекли Меня От Моей Цели Я Б Включил Это Хотя Это Только На Мгновение Ну Там Что-то В общем С воротами Случилось Так Много Случилось Произошло Вчера Вечером Пошлой Ночью О Это Это Не Шутка Я Что-то Видела Видишь Вот Почему Я Не Хотела Рассказывать Вам Ребята Это Не Шутки Вы Ребята Вообще Слушали Меня С самого Начала Я Видела Что-то В том Доме Раньше И Оно Стояло Прямо Перед До Мной Если Я Не Убежала Эта Вещь Возможно Пошли Ночью На Вечеринке Но Это Реально Как Вы Думаете Что Я Видела Это Случилось После Когда Я Попыталась Уйти Я Почти Застряла В одной Комнате С Этой Штукой Мы Все В Опасности Я Думал Что Вы Мои Друзья Почему Вы Не Верите Мне Это Женщина Почему Нам Не Успокоиться Для Начала Я Уверен Что Изабелла Тоже Имеет Свои Причины Не Нужно Издеваться Над Не Вот Так Дерьмо Если Если Это Было То О Чем Она Предупреждала Изабелла Если Это Было То Самое Что Ребака Говорила Прошлой Ночью Или Это То Что Зак Рассказал Мне За Несколько Дней До Этого Сколько Из этих Случаев Я Отклонил После Прочтения Этого Письма Сколько Из Них Я Проигнорил И Передал Как Некоторый Эффект Усталости Или Отсутствие Сна Даже В Человечем Галлюциноген Связанный С пищей Это Первое Что Я Рассмотрел Потому Что Это То Что Было В Обучении Или Моем Этому Как То Как Он Вырос Это Привычка К Которой Я Привык Это Настройка Передач В Моем Голове Автоматически Принимает Подобную Ситуацию Ну Скептик Тот Еще Вы Помните Конечно Я Все равно Не буду Сбрасывать Со счетов Все это До сих Пор Пока У меня Не будет Достаточно Информации Что То Что Что То Из чего Можно Сделать Вывод Доказательство Того Что Это Может Произойти Но Думать Прямо Сейчас Позже Мне Нужна Что Звуковая Доска Мне Нужно Поговорить С кем То И И Зак Лучший Человек Для Этого Мне Нужно Идти Профессор Оу Нет Проблем Ну Что Ты У У У меня Нет Времени Останавливаться И Слушать То Что Он Должен Был Сказать Профессор Когда Я Сбросил Звонок А Изабелла С нами Пойдет Сейчас И В тот же Самый Момент Изабелла Выходит Из своей Квартиры Полностью Одета И Готова К этому Дню Как обычно Она Придется От меня С улыбкой Но Она Падает Так же Быстро Как только Она Видит Мое Лицо Грустно Это Первая Вещь Которую Я Увидел Сегодня Меня Раздражает То Что Я Частично Несу Ответственно За беспокойство Заменяющей Это Я Должен Присмотреться К тому Что Кто-то Задыхается Или умирает Потому что В первых словах Которые Она Говорила Нет Ничего Кроме Беспокойства Эш Эш Ты Может быть Тебе Нужно Принять Ванную Да Нет 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 Я Я Нет Не Должен Хорошо Но мы Должны Поспешить Давай Ты Не забудьте Запереть Свою дверь Серьезно Похоже Ты Собираешься Упасть Ты В порядке Потому что Если ты Планируешь Упасть В оморок Прямо здесь Я Не смогу Унести Тебя Да Не беспокойся Об меня Я просто Вспомнил Некоторые Вещи С прошлой Ночи Мне нужно Поговорить С Зименом Об этом Помнишь Точнее Ты не против Если мы Сначала Зайдем К нему Ты разве Не можешь Просто позвонить Ему Чтобы сообщить Ему Об этом Все же Еще Рано Хотя Мы Вероятно Приедем Туда Только К полудню И кроме Того Что ты Мешь Ввиду Об этом И Зак Он Тоже Был Там Когда Мы Открыли Это Письмо Верно Он Тоже Его Прочитал Я уверен Что Он В порядке Но Не мешало Б Проверить Его Чтобы Убедиться Если Если Он Скажет Мне То же Самое Что Сказал Вчера Если Он Тоже Видит Эти Вещи Если Это Та Ж Самая Женщина Которую Я Видел Пошлой Ночью Я Не Горю Что Ей Есть Какое-то Проклятие Но Мы Должны Рассмотреть Все Возможные Варианты И Не Волнуйся Он Не Против Верно Он Просто Смотрит Телевизор Прямо Сейчас Так Что Поехали Хорошо Но Скажи мне Если Ты будешь Плохо Плохо Чувствовать Ты Действительно Выглядишь Так Как будто Задыхаешься От чего-то Ты не должен был Делать Это для меня В первую очередь Ты знаешь Что это не так просто Мы отправляемся К машине В рекордные Секунды И Ни одна секунда Впустую Не пропадает Когда мы Выезжаем на дорогу И едем К дому Зака Если кто-нибудь Из нас Кроме забыл И знает что-нибудь О том Что происходит Кто может помочь Разобраться В этой путанице Я полагаю Что это он Он Слушал ее Ну вы помните Да Что он в тюрьме Зак тот Кто предпочитает Безденщить Вокруг своей квартиры В выходные Особенно После напряженной недели Такой как Последняя Большой парень Его нигде не видно Когда я прихожу В его дом Цифры Черт возьми Люди Похоже Не там Где они должны быть Когда они нужны Оглядываясь Я не вижу Знака Куда он мог бы Пойти Обычно Он оставляет Записку На своем Холодильнике Если он Не будет Ночевать дома На случай Если кто-то Заглянет К нему К нему Поскольку Его нет Он вероятно Просто Отправился На прогулку Я надеюсь Может быть У него Кончились Яйца Или что-то В этом роде И он Купил Решил Пойти Купить В конце В конце Казов У него Нет Яйц На какое-то Время Заставляет Меня Расслабиться Он всегда Должен иметь Некоторые Будь то Омлет Или что-то Еще Что он Выпекает Аш Ты разве должен Рыться у него В доме Когда Хозяина Нету Это достаточно Плохо Мы Входим сюда Даже Без разрешения Да ладно Успокойся Я сейчас Осматриваюсь Ну смотрю На самом деле Я мог бы Также пойти На гребанный Пирог Прямо сейчас Но Холодильник Заг Находится рядом Но он пустым За исключением Несколько Остатков И все Что я могу Сделать Это Вздохнуть Когда я Закрываю Его За собой Если ты Увидишь Что я Что-то Беру Ты Не сняйся Обращаться В полицию Забелла Быстро Стрелять На меня Устрым Взглядом И у меня СМИ Появляется Смешок И еще Одно Хихик Несмотря На беспокойство В моем Животе Но Приветствия Длится Всего Несколько Секунд В основном Потому что Она Не была Настойна На Какой-то Дружеский На Дружеское Подшучивание Это Молчание Которое Говорит То Что Изабыла Опять Притихла Это Как правило Первый Рецепт Для Входящего Сторма Ты Всегда Это Делаешь Когда Посещаешь Дом Другого Человека Верно Потому что У меня Много Вопросов О Твоих Методах Да Нет Это Только С Заком Конечно Я все равно Беспокоюсь За нашего друга И несмотря на то Что Этой Беспокоит Изабел Она Тоже Должна Беспокоиться Я чувствую Она Несколько Минут Стояла У двери Так как Мы Вошли Вместо Зака На самом Деле Похоже Она Не знает Что Делать С Этим С Собой Но Так как Я хочу Успокоить Ее Нервные Клещи Начинают До Меня Добираться Манера В которой Она Делает Себя Меньше Как Она Нервничает Руками Сжимает Их В один Момент И Разворачивает Разворачивает Следующим А Мой Язык Это Отвлекает Меня Настолько Что Я Хочу Спросить Что Что Случилось Что Ж Не Так Я Сомневаюсь Что Она Даст Мне Прямой Ответ Хотя Я Могу Сделать Все Чтобы Помочь Ее Успокоиться Тоже Тебе Не Нужно Зависать У Этой Дверью Мы Можем Быть Здесь Некоторое Время Ты Можешь Сесть Некоторое Время Она Зависать Мы Будем Но Нам Нужно Начать Я могу Подумать о нескольких местах В которых Он может быть Но В роскошном Горде Люксборне Я Не хочу Пропустить Большого Парня Если Мы Уйдем И Ну То есть Мы Уйдем А он Вернется Домой Вот Че Он Имеет Ввиду Я Слежу Делая Неопределенные Жесты В общем Направлении Кровати Зака Грязное На постели Он Он В общем Спешил Куда-то И он Даже Не потрудился Застелить Ее Его Мобильный Телефон Тоже Остался Здесь Еще Одна Странная Вещь Когда Он Привык Никогда Не Оставлять Ее В Случае Если Клиент Позвонит По крайней Мере Запрета Дверь Указывает На То Что Это Был Непринудительный Выход Кажется Это Успокаивает Ее Но Не Так Сильно Понятно Что Что То Могло Случиться Глядывая Назад Мы Не Должны Были Оставлять Ребеку В Покое Одну Точнее А Глядывая Да Да Глядывая Назад Я Также Не Должен Было Покидать Ребеку И Оставлять Ее Одну Нам Нужно Будет Проверить Ее Позже Тем временем Зак Но Без Какой Либо Другой Подсказки Где Он Находится И Нет Другого Своща Связаться С ним У 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 Чтобы Немного Остыть Не Так Л Что Угодно Чтобы Отлечь Меня Чтобы Я Не Просто Обвинял Чтобы В моей Голове Не Обвинять Всякие Мысли За Какой Пронодиальной Схемы Которая Приходит Мне На Ум Забыла Вместе Со Мной Я Не Могу Быть Безрассудным О Чипсы Возвращаясь На Кухню Первое Что Я Вижу Это Мешок Ну С Чипсами Когда Я Проверяю Его Шкафы После Пробормотания Разрешения Извинения Его Владельца Который Не Услышит Я Хватаю Его Забыла Не Промахнувшись Увидела Меня Еще Раз Она Действительно Не Пыталась Остановить Меня Хотя Она Игнорировала Мое Предложение О Еде Поэтому Вместо Этого Я Сел На Старый Диван Зака И Включил Телевизор Тишина Изабелла Не Может Быть Слишком Тяжелой Но Черт Возьми Экран Загорается Как только Какая-то Ужасная Нон Диванная Драма Начинает Транслироваться На Девятом Канале Ничто Не Похоже На Сидение Перед Телевизором С Бессмысленным Гулом Бегущим На Заднем Плане Чтобы Трать Время Это Было Не Похоже День Ударил Последние Несколько Часов Когда Движение Идет С другой Странной Двери И Тяжелая Ступень Зака Ломает Мононтонную Дрожь Телевизора Серьезно Замок Разблокируется Ручка Поворачивается Медленно Она распахивается Чтобы Выявить Зак Очень Измученный Зак Подожди Секунду Это 29 Октября Да А Когда он Был в тюрьме Он же Был раньше В тюрьме Да Вот Марианна Тут У нас С Марианной Еще Непонятно Что Происходит Так Вот Фотки Так Подожди 25 Что Вот Изабелла К нему Приходила Так Мне Очень Интересно Странно Подожди 24 Или Это Было 30 Октября Блин Это 30 А Это 30 Да Вот Нас Этот Иосиф Как Йоханс Да Йоханс Нас Вырубил И Это Был 31 Черт Это Еще Не Не Случилось То Если Зак Еще Не Попал К Себе Ах Ты Уже Близко Тогда Понятно Что Зак Нормально Что Он Проводил Свой Марафон Привет Как дела Зимен Привет Зак Извини Что Мы Пришли Сюда Вот Так Эш Просто Расслабься Зимен Дал Мне Ну Копи Ключей Сделал Он Смотрит Вообщем Свет Как Мой Тон И Его Приход Облегчает Беспокойные Беспокойные Чувства Во мне Кто Знает Что Бо Я Сделал Если С Одним Из Друзей Случилось Что Плохое Если Бо Еще Одна Минута Прошла Без Него Я Б Мог Прибег К Нет Традицион Мет Нам Только После Как Ты Сломал Мой Тридцатый Замок Я Не Могу Продолжать Заменять Их Каждый Раз Когда Ты Думаешь Что Было Неплохо Врываться В мою Квартиру А Это Уже Было Помню Помню Так Три Минуты Хорошо И Пожалуйста Перестань Называть Меня Зименом На Этот Раз Я Ничего Не Сломал Аш Только Потому Что Я Дал Тебе Ключ Это Не Значит Что Ты Можешь Просто Врываться Сюда Когда Захочешь И Это Эй Это Мое Страшно Как Дружелюбное Подшучивание Легкая Улыбка Приходит Естественным Образом Я Делаю Это Даже Не Задумываюсь И Это Говорит О том Насколько Я Комфортно Чувствовал Вокруг Них Это 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 Хорошо Не Так Л Однако Что Заставляет Меня Бояться Это Идея Что Придет Время Когда Я Могу Просто Делать Это Даже Не Имея Смысла И Не Оскорбляя Его Каким-то Образом Дружба Которую Мы Имеем Может Быть Ближе Чем То Что Я Поделился С Другими Но Есть Границы Которые Мы Не Можем Пересечь Без Разрешения Других Или Другого Зак Почтительно Относился К этому Ни Моих Родителях Ни О том Что С С Ним Случилось Никогда Не Спрашивал Об Я Я Я бы Сказал Что Он Говорил Не Так Много О Себе Это Так же Легкое Легкое Подшучивание Которое Заставляет Меня Хотеть Чтобы Могли Просто Не Беспокоиться Ни Проблемах Просто Есть Картофельные Чипсы И Устраивать Дебаты О том Заслуживаю Или Я Или Нет Но Как Обычно Что То Всегда Прерывается В Такие Моменты Как В Эти Конечно Он Ест Все Это Знаешь Я Оставлял Припасал Их На Выходные Хотя Поделился С Беллой Не Унусь Насчет Этого Я В Порядке Зак Правда Это Бесплатная Еда Понимаешь Как Ты Обычно Говоришь Ты Не Должна Говорить Нет И Для Бесплатной Еды Что Случилось Нет Я Просто Не Голодна Хотя Ее Тон Застрелят И Сделать Двойной Прием Зак Не Поталкивает Ее На Это Вопрос Слишком Ясен В ее Глазах Когда Она Смотрит На Меня В Моем Направлении Мне Очень Жаль Что Я Не Смогу Ему Ответить Несмотря На Все Мои Усилия Изабелла Тоже Была Разочарована Что Я Должен Сделать Я Не могу Просто Заставить Ее Говорить Не Так Ради Всего Святого Хорошо Что Зак Лучше Справляться С этой Ситуацией Чем Я Искоре Он Меня Тему Однако Когда Это Происходит Это Не Обязательно Является Лучшей Темой Хорошо 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 Если Вы Хотите Что То Так Сказать То У У У Пополненная Кладовая Прямо Здесь Боже Это Лучше Будельник Просто Будет А Не Сворачивается Черт Все Чет Тупит У Месть Полностью Пополненная Кладовая Прямо Здесь В вашем Испоряжении Тем Не Менее Это Не Вещи На Пять Звезд Ну Это Так Чтобы Заполнить Пустой Желудок Скажем Так Фух Да Три Серии Почти Подряд Это Конечно Выматывает Но Ради Вас Я Готов Так Что Надеюсь Вы Это Оцените Спасибо За Просмотр С вами Был Лайк Ставьте Пальчики Вегом Подписывайтесь Ждите Новых Видео Прохождений Всем Пока 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 Спасибо За Просмотр Ты Также Мог бы Глянуть Мое Другое Прохождение И Подписаться Я Был бы Очень Преднателен Тебе За Это И Спасибо За Все Увидимся Субтитры Субтитры